я решила что я буду молча сидеть строчить если я могу языком поболтать мне сегодня уже пришлось машинку разбирать первый раз жизни эту машинку сама разбирала чайку я крутила как хотела мамину ладу крутила как хотела а это я боялась но мне всего и чистили два раза по вызову о отрезала что-то мне что-то тут такое произошло в моей машинке мне пришлось не залезть да что такое вы видите видите это вот это да и что ж мне делать я ее разобрала собрала ну что-то такое происходит с ней я не могу понять где-то зацепилась ниточка и не туда мне выводит и выводит меня не туда куда нужно нитку и получается что мне она забилась и мне пришлось ее мне пришлось и разбирать так у меня тут другая ерунда это мастера нужно вызывать меня перестал работать не нити протяги нити затягиватель нити вдеватель нити вдеватель перестал работать и теперь мне приходится вручную ее девать мне как бы не проблема увидеть дырочку мне как бы тут другой момент шелк просто очень не всегда хочет влезать так ну что пойдет не пойдет у меня тот шелк закончился золотистый из того что я помните покупала хвасталась и теперь я взяла тот который у меня был тоненький я попробую если не значит возьму у меня еще есть я же три упаковки или четыре покупала не помню ниточку протяги они не пойдет наверно нет это очень нежно это как раз для вышивки на ту машинку которая вышивальная сейчас я найду все-таки то что мне нужно и надеюсь будет видно приемы как я двигаю потому что иногда это очень важно я не могла очень долго понять до тех пор покуда я не посмотрела у одной мастерицы на троих я подписана девочек которые занимаются свободно ходовой стёжкой кто-то вышивкой и именно там у них очень доходчиво постановка рук понимаете потому что это оказывается очень важно я сегодня решила повторюсь думаю что я буду сидеть шить молча я сейчас расскажу о теперь у меня шатается мощь там ну и что где-то я на что-то поставила ну конечно она же у меня устойчиво стоит прошу прощения прошу прощения прошу прощения у меня такие терпеливые подписчики мои такие как это сказать слово снисходительные ко мне поэтому я вот видите балуюсь а вы меня терпите и смотрите представляете я сегодня мало того что я перепутала дни дни поликлинику то есть разозлилась я естественно не на доктора который меня отказался принимать я разозлилась на то что я такая загадочная понимаете как можно было перепутать числа и потратить своего времени столько прогулялась надо для чего то это было нужно чтобы я не сидела сутками за машинкой может быть не знаю мне я не вникаю в это но в общем так получилось вспоминаю тот фильм кто молодец я молодец расстроившись я же понимаю нужно мне настроение поднять ну как же его поднять сейчас пойду куплю вкусняшку какую вкусняшку нужно вспоминать сколько ты весишь прежде чем покупать вкусняшку а потом когда заходишь в свой шкаф расстраиваешься что почему то вещи то не налезают то ты с них выскакиваешь понимаете поэтому я решила что настроение мне все равно нужно каким то образом себе приподнять мне нужны варежки для то есть мне не охота их искать я буду скользить как есть и что сделала это мило догадаетесь догадайтесь трех раз это мило по пути домой у меня же секонд подрядом и обрага получено зашла секонд и что я сделала естественно я скупилась причем сейчас привоз я скупилась по полной цене а что мне мешает а мне ничего не мешает я подняла себе настроение скупилась по полной цене но я купила две новые гипюровые блузки без чехла шикарные именно мне для подойдут для моих вот этих многослойных экспериментов просто две шикарные одна черная с люрексом представляете она небольшая но мне для моих экспериментов самое то что нужно одна черная с люрексом а одна волочная без люрекса просто ну и если долежать там присмотрела две еще вещички оба на уже пора иголочку менять еще присмотрела две вещички которые тоже гипюровые одна с люрексом а одна такая цветной такой вуай тюль даже не знаю как назвать но на чехлах вещи поэтому я их не стала брать отложила они такие старомодные как бы знаете но мне то нужны они для моего рукоделия поэтому я отложила в надежде что ну может быть они нужны только одной мне и они меня дождутся ну и посмотрим дождутся дождутся не дождутся ну что сделаешь сегодня очень много гипюра было на мирном если кому интересно вдруг выйдет видео раньше чем разберут сегодня только привоз я не знаю может мне все таки я когда на медленном ходе у меня не очень размеренный шаг получается мне почему то более размеренный шаг когда я на хорошей скорости на большой ну сейчас попробую и смотрю мне очень горит уже лапку новую подыскать себе мне очень хочется более удобную лапку для вышивки потому что обзор на этой лапки но очень сильно закрыл но очень нужно хорошо постараться чтобы попасть вот я уже вышиваю несколько месяцев я когда-то в детстве пыталась даже в узкую вышла вообще пыталась а то я так говорю а люди потом думают что я совсем уж в детстве я говорю начинающая но я просто не считаю себя мастером швеей и есть такие мастера просто необыкновенные это катушечка чуть светлее но не страшно красиво и страчу уже все свои золотистые короткие короткие катушечки такие есть и в общем я себя порадовала настроение у меня улучшилось что ж ходить огорченной зачем лучше ходить довольной и вот я пришла перестирала как всегда развесила и завтра буду резать как раз новую пиццу новую пиццу уже с новыми кружевами правда очень красиво когда добавляешь какую-то очень интересную конюшечку просто необыкновенно я даже не ожидала что она будет намного светлее но она мне не испортит конечно красоты она мне не испортит но удивительно насколько светлее ниточка это оказалось ну а вообще я в картинах там своих панно картины громко сказано конечно я в своих панно делала цветную ну да нужно очень быть осторожной когда подбираешь цветную ниточку для панно для вот этой свистежки все таки чтобы не испортить знаете какая-то темная может излишне выделить а светлая может потеряться ну здесь как раз оно нормально а вообще конечно можно было одинаково мне эти медные и золотые цвета конечно очень нравятся я просто в восторге я стараюсь такие выделять рисунки это так красиво смотрится полосочки они как будто бы как будто бы специально здесь проложены так не буду переустанавливать камеру хочу чтобы было видно поближе при этом хочу чтобы она не шаталась сейчас она устоится чуть-чуть тот свой даже не знаю как его назвать сэндвич там боже мой как он там пицца в общем ой это изделие в общем я хочу показать я закончила стежку на нем хочу показать поближе я сделала несколько акцентов на цветочки я обыграла вот эти срединки кстати один таки выпал у меня хотя я скалывала основную часть я проклеиваю к ткани смотрите к ткани я сегодня зашла на какой-то форум девочки у нас в контакте обсуждали не знаю чье видео на бумагу там что-то строчили на бумагу которую потом снимать и проклеили ее клеем если вы собираетесь бумагу снимать ну видите лучше оказывается не проклеивать я с бумагой не сталкиваюсь так чтобы проклеивать и снимать поэтому ну вот говорю услышала увидела там прочла у кого-то теперь значит о увидела здесь не дострочила сейчас дострочу сейчас покажу что именно смотрите вот эти клаптики я оформила в виде листиков ну как будто бы это листик и срединка по нему идет кружево я обшила вообще буквально вообще одной строчечкой чтобы само кружево как бы не отвлекать от него от его внимания сетку я прошила стежкой когда я ее обшила просто квадратом смотрю но неинтересно некрасиво я ее вот так обстегала блестящие с люрексом я все оформила в виде листка видите ну как то она так интересно все вот эти срединки оформила в виде цветочка прям так плотненько несколько раз обстрочила это даст вам возможность и не выкинуть ваши пробы я не любитель вот пробовать и выбрасывать или складировать кусочки на потом я люблю вот сделать вещи и ее использовать это очень хороший вариант поучиться набить руку на вышивку сначала как бы и на стежку ну и потом на свободноходовую вышивку ну не знаю мне очень интересно теперь с чем я столкнулась я же первый раз накладывала весь мусор прям вот мусор обычно я ткань нарезаю здесь я интересный мусор симпатичный думаю ну не буду выбрасывать и столкнулась когда попадает более толстый или с шовчиком вроде посчитала что тоненький шовчик но просчиталась и потом возникли некоторые моменты слава богу не торопилась не поломала иголки не сломала машинку что еще что еще хотела что то сказать ну не знаю может быть кто то оставляет стыки мне интересно было все стыки немножко простегать вот как то по стыкам как то художественно пройтись кое-где я оставляла вот одну единственную строчку чтобы она меньше привлекала внимание но это в основном на стыках а те моменты которые я хотела выделить это цветочки и лепесточки я их выделяла несколько раз по ним ходила но я специально не целилась хотела все таки выделить поэтому я так немного как эхо делала то есть больше повторяла чем чем стык в стык шла хотя можно было если медленнее то как раз попадать но вот у меня не было цели я хотела чуть растянуть кое-где оставляла такие все таки пухленькие места здесь я не подкладывала никакой мягкой прокладки мне это не нужно утяжелять подушку удорожать мне как раз смысл научиться сделать это красиво научиться сделать это красиво и то что я учусь сделать красиво сразу на этом и цель как можно дешевле это сделать потому что у меня нет желания тратиться на материалы сейчас в промежуточном этапе когда я все таки обучаюсь вместе с вами скажем так что то я умею что то я фантазирую я умею хорошо ровно строчить и быстро это я точно умею все остальное я в принципе учусь вместе с вами и у меня нет цели тратиться на материалы которые я использую пока что для обучения я знаете вот сейчас заказала мне придет вот вот буквально пару недель мне придет раскроенный более большого размера коврик мне придут ножи дополнительно еще два мне придут линейки одна уже точно но может быть еще парочка поэтому я лучше на это потрачусь на ниточки на хорошие потрачусь потому что машиночка их любит кушать а вот тканюшечки пока чтобы и не испортить и использовать то что есть и не докупать я еще вот конкретно для пэтчварка еще не накупала ни одного набора ну я имею ввиду ткани ну не потому что это правильно или хорошо ну вот я такая барышня экономная поэтому вот так все остальные этапы я покажу позже когда я уже все свои эти пиццы сделаю я покажу каждый кусочек в отдельности свои художественные пиццы мне даже название там одна подписчица предложила я потом напишу к одному из видео назову свои подушки таким названием мне очень приятно очень такое романтичное название мне посоветовала подписчица прям очень мне понравилось поэтому все теперь я покажу уже все когда будут готовы все отстрочены и обработаны и что как я буду собирать дальше свои наволочки там ничего сложного ну покажу похвастаюсь делать и Субтитры создавал DimaTorzok